На сессии Горсовета оценили работу мэра города за 2014 год. Татьяна Федорова представила доклад о результатах своей деятельности. Основной упор в докладе был сделан на исполнение программ по жилью, благоустройству и заработной платы бюджетных работников. Какую оценку дали главе города, слушала Валентина Чибичек. Бюджет города в 2014 году был запланирован на уровне 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Средства расходовались в рамках 15 муниципальных программ. Мэр города сделала акцент на выполнение программ по жилью – 81%. Положительная динамика освоения бюджетных средств – результат совместной работы с администрацией округа. В то же время часть программ не исполнены из-за подрядчиков. Одной из причин неполного исполнения отдельных программ явилось это ненадлежащее исполнение контракта в части выполнения поставщиками, подрядчиками, принятых обязательств в установленные сроки. Необходимость проведения повторов торгов и, как следствие, позднее проведение торгов и заключение контракта по сроку выполнения 2015-2016 года. Имеются случаи, в том числе, и расторжения контрактов по причине нарушения подрядчиками условия контракта. Новые квартиры шли на улучшение жилищных условий и расселение из ветхих и аварийных домов. На эти цели были запланированы 220 квартир. Однако город получил только 19. В результате переселены 45 семей, тогда как в 2013 году их было 192. Совокупность всех недочетов сказалась на общей оценке. После доклада Татьяны Федоровой слово дали депутатам. Задержки в сдаче отчистных и канализационных сооружений, следовательно, задержки ввода в эксплуатацию социально значимых объектов и перевод домов на полное благоустройство. Задержка с выделением земельных участков многодетным. Прогрессирующая проблема ПОКИТС. И за последние 6 месяцев решения этого вопроса нет. Виталий Кожевин в своем выступлении отметил неважно проведенное благоустройство. 25 миллионов рублей остались неиспользованными. А это детские площадки озеленения, санитарное содержание дворов. Оценку неудовлетворительно поставил за содержание дорог. Положительную оценку дали в сфере культуры и образования. Ольга Старостина отметила доклад мэра итог работы всей администрации города. Я призываю уважаемые депутаты очень внимательно относиться к каждым моментам, которые у нас происходят на уровне управления города, на уровне взаимоотношения местных властей, региональных властей и объяснять нашим жителям те или иные моменты. В результате голосования мнения депутатов разделились поровну. 50% поставили удовлетворительную оценку, 50% – неудовлетворительную. Эта ситуация сохраняется третий год подряд.